Абрам возвращается снова к тому жертвеннику, который он построил в Вифиле. И он снова там призвал имя Господа. Я думаю, что здесь можно взять очень практичный духовный урок. Абрам действует в абсолютной вере. Но когда он идет в Египет, он начинает немножко переживать. Поэтому он составляет такую историю, которая не является правдой. Это наполовину правда. Потому что Сара и его сестра наполовину. Но это не вся истина. И поэтому он получает упрек. И он возвращается снова к тому месту, где ему коснулся Бог. Место поклонения, место молитвы. И я думаю, что это символ обновления его веры в том месте. И иногда такое происходит с нами. Мы идем в вере. Мы поступаем правильно. Но затем мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не на 100% проходим этот экзамен, сдаем этот экзамен. Что же мы делаем? Продолжаем идти в том же направлении. Или возвращаемся к тому месту, где мы ушли за дороги. И обновляем свою веру. Снова прикасаемся к Богу. Вы понимаете? Это, что происходит с Авраамом. Время от времени такое должно быть в нашей жизни. И, как говорится, Лот все еще был с ним. И у Лота было множество имущества также. Много стат, много скота. И та земля, в которой они находились, Нужно было много места для животных, чтобы животных грызть. И нужно было много места для животных, чтобы животных грызть, чтобы ем. И нужно было очень много паст, большие территории, для того, чтобы прокормить весь скот. Чем больше у вас животных, тем больше земли вам надо. Это логично, не так ли? Это не было похоже на фермерство современное. Когда вы можете содержать всех животных в одном месте. В загоне, и вы кормите их. Они должны найти еду на своем месте. Но тогда скотт должен был сам себе найти еду. И работники Лота и Авраама начали конфликтовать друг с другом. А Авраам говорит, Ну, послушай, я знаю, что нужно разобраться с этой ситуацией. Сколько он тут старший дядя? И говорит, ну Лот, послушай меня, ты выберешь эту землю, я пойду в другую направлению. Ты выберешь, что, я вообще пойду в противоположном направлении. Now, the normal protocol should have been Normal protocol. The custom. The right thing to do. Естественная традиция, естественные обычаи. И Лот бы сказал, нет, нет, нет. Ты, дядюшка, ты должен выбирать место. Но Лот оглядывается вокруг. Смотрит на долину. И в долине больше воды, лучше почва. И говорит, ну, думаю, я выберу это место. Но в этом была уж какая-то проблема. I'm out here. I'm losing this thing. The problem is that the verse 13 the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. В 13 стихе жители же содомские были злые и весьма грешны пред Господом. Now, did Lott know that ahead of time? Did Lott know about this before he went down? Знал ли Лот об этом ранее? Трудно вообще себе представить, что Лот вообще ничего не знал об этих людях. Поскольку расстояние не было уж таким большим. Да не было похоже на то, что Авраам и Лот были вообще где-то изолированы и никакого контакта с людьми не имели. И поэтому, может быть, Лот решил, ну, их грех меня не коснется. И я не буду идти на компромисс. В Новом Завете там сказано, что томился Лот, томилась душа Лота из-за всей той греховности жителей Содома. И все же позже в книге Бытие мы видим что все-таки какое-то влияние оказали эти люди на Лота. И позже мы также остановимся на этом. И что Авраам думает по этому поводу? Он предложил своему младшему родственнику сделать выбор первым. И это вполне естественно И, конечно, может быть, Авраам думает про себя. Ну, теперь что же мне остается? Что осталось для меня? И Бог говорит к нему. Посмотри, посмотри вокруг себя. На север, юг, запад, восток. Все, что ты видишь, я дам это твоему семени. Это будет твое. И то место, которое избрал Лот. И все остальное. Не переживай. Возможно, он выбрал самое лучшее, так кажется. Но все это будет твое. И затем в 15 стихе он говорит Всю эту землю, которую ты видишь, я дам тебе твоим потомкам навеки. Навеки. Земля — это вечное обетование Бога Израилю. И затем он говорит, что твои потомки будут как песок земной. Если бы только возможно было исчислить песок, вот каким будет твое семя. И затем Бог говорит, пойди, проверь. Пройдись по всей земле. Иди. Вся земля твоя будет. Это вера созидающая упражнение. Иди, где не ступит твоя нога. Твоя территория, твоя земля. Затем он пришел к Хеврону. И затем, пару лет спустя, после этого, пришли некоторые цари с Востока чтобы сражаться против царей, которые жили в долине. И которые контролировали ту территорию. В течение 12 лет восточные цари контролировали и территорию в долине, которая была. На 13-й год эти цари повстали и говорят, больше этого не будет. И на следующий год приходят восточные цари чтобы подавить это восстание, этот бунт и снова взять все под свой контроль. И поэтому цари Содома и Гоморра проигрывают битву. Все их люди, имущество было забрано. Кто-то приходит к Авраму и говорит, «Вот твой племянник, тот твой младший родственник, который оказался в неправильном месте. Теперь у него проблемы. Что ты будешь делать?» Он сам это выбрал, пускай сам себя спасет. Нет, такого не было. Он взял 318 своих слух и спас Лота. Если я помню точно все, 318 – это число Духа Святого. Если будем использовать буквы в этом значении. И сказано, что Авраам вернулся со всеми людьми, со всем имуществом. И царь Содомский выходит, чтобы встретить его. И также царь Силома. И у него очень интересное имя. Малхитседек. Царь праведности. Знаете ли, в каком отрывке Нового Завета говорится о Малхитседеке? В книге Еврея. И также в Псалме 109. И поэтому прежде Авраама был священник праведности. И Авраам дает ему десятину. Из чего потом Новый Завет делает очень важную истину. Только подумайте о том величии этого человека Авраама. И все же он отдает десятину Малхитседеку. И священство, которое исходит от Авраама, левиты, должны были быть меньшим священством, чем священство Малхитседека. И вот на что указывает Новый Завет. Царь Содома говорит, оставь людей и забирай себе имущество. И снова Авраам отказывается от лучшего выбора. Нет, я уже сказал Господу, что я ничего не возьму себе. Он не хочет, чтобы другие грешные люди думали, что этот царь является причиной его богатства. И в 15 стихе он говорит, пришло ему видение, «И сказано ему было, не бойся, я твой щит и твоя награда». Кто из вас чувствует, что Бог дает какие-то определенные обетования для вашей жизни? То, что Бог хочет делать в будущем. И я хочу вам сказать одну вещь. Бог будет испытывать вас в отношении этих обетований. Они не произойдут тогда, когда вы хотите. И будут времена, когда вы начнете терять свое терпение. И вы начнете думать, возможно, Бог этого не сделает. Или, возможно, мне попытаться самому это сделать, чем ждать Бога. Возможно, у Абрама были такие мысли. У него были обетования Бога. И что же делает Бог? Он дает ему еще одно обетование. Он еще не исполняет это обетование. И он говорит, «Не переживай». Я помню, что я тебе сказал, Абрам. Возможно, ты думаешь, что я забывчивый. Но я никогда не забываю. Потом Абрам говорит, «Ну, ты же обещал мне наследника». Все, кто у меня есть, это слуга Елизер. Он родился в моем доме, самый старший слуга. И как законы наследования в то время, если у вас не было сыновей и дочерей, тогда самый старший слуга, тот, который рождается в вашем доме, наследует все. Бог говорит, «Я знаю». И я говорю тебе, что семя придет от тебя, через тебя. И шестой стих один из самых важных во всей Библии. Он поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Абрам просто поверил в Слову Бога. И Бог говорит, «Это твоя праведность». Эта вера, которая принимает, просто принимает Слово Бога. Затем в седьмом стихе он повторяет обетование о земле. Абрам потом говорит, «Ну, как же я узнаю, что я получу наследство, эту землю?» Бог мог просто сказать, «Я же просто тебе сказал». Но Бог все же устраивает церемонию, чтобы в самом возможном, в самом глубочайшем способе подтвердить обетование Абраму. И говорит ему взять животное. Большое животное, птиц взять, убить их. Разделить на двое большое животное. Сейчас, хиттитов, сузеранти, treaty, covenant, agreement. Ученые называют это… Хиттит — это на nation? И ученые называют это хитейский суверенный завет. И вот каким образом это действует. Когда более важный царь, более старший царь заключает завет с младшим или как бы меньшим царем. Дают обещания друг другу. Больший царь обещает защищать меньшего царя. Меньший царь обещает платить налоги. В случае войны помогать большему царю. И они запечатывают этот завет, этот союз с кровью. Они разделяют животные, где кровь пришла вместе. Они разрезают животное. И там, где кровь этого животного, посередине они проходят. Проходят посередине разрезанного животного вместе. И так, чтобы кровь попала, конечно, именно на их стопы. И что символизирует завет до смерти. И если ты не исполняешь свою часть завета, то ты должен умереть. И Авраам понимает, как это действует, как это работает. Он раскладывает эти куски животного. И ожидает Бога. И он думает, что они вместе, он и Бог пройдут вместе. Но такого не происходит. Поскольку Бог усыпляет его. И что огонь прошел между этими кусками. И если вы прочтете еврейские комментарии к этому. То они понимают, что это символ присутствия Бога, который проходит между жертвой. И почему же Бог не позволил такому, чтобы Авраам вместе с ним прошел? И Бог хочет донести очень важное заявление. Он говорит, Авраам, исполнение этого союза, нашего договора, не зависит от тебя. Я являюсь гарантом исполнения этого завета. Даже если у тебя ничего не получится, завет все равно исполнится. Даже более того. Он говорит, что для любого нападка, любая неудача в этом завете. Я беру кровь на меня, только на мне. Знаете ли, что это значит? Бог обещает умереть за те грехи, которые будут совершены против этого завета. Как же это произойдет? Бог не может умереть. Но только в Иешуа. Что каким-то образом Бог стал плотью. Иоанна 1 глава. Пошел на крест. И умер за грехи человечества, за грехи Израиля, меня. И я разговаривал со многими евреями. И большинство из них, многие говорят. Как же у Бога может быть Сын? И как Бог может умереть? Если Иисус был Богом, как же Он умер? Ну, пару лет назад я узнал, что отвечать на такой вопрос. Прочитай Тору. Посмотри на 15 главу Берешит. Бог обещал умереть за грехи Авраама и его потомков. И затем, когда они спрашивают, как же это может произойти? И вы говорите, вот что Иешуа сделал. Насколько только это возможно, Бог был в Иешуа и примирил мир с собой. Это понятно? Хорошо. Затем Бог говорит что твои потомки попадут в другую страну. И через 400 лет они возвратятся. И Он говорит о египетском плене. И что же Он говорит в 16 стихе 15 главы? Но мера беззакония Мариев до сели еще не наполнилась. Что же это значит? Я даю тебе эту землю. Теперь она принадлежит кому-то другому. Я дам тебе эту землю, когда мера их беззакония наполнится. Он говорит, что сейчас эта земля принадлежит им. Я не могу просто так взять и забрать эту землю от них. Потому что их беззакония еще не наполнились. Их мера не наполнилась. Неинтересно ли это? Им было позволено еще жить там. До тех пор, пока они уже не перегрешат и не будут каяться. И археологи рассказывают. Во-первых, о стиле жизни тех людей. И что их культура настолько деградировала, что даже дети рождались сексуально передаваемыми болезнями. Или же они настолько были наполнены грехом и болезнями, от которых невозможно было избавиться. Подумайте о том, как мы относимся к своему телу, если мы болеем раком. Рак в конечном итоге может завладеть всем телом. Поэтому мы пытаемся вырезать опухоль. И вы видите, что это жесткий суд против хананеев. И это истина, это правда. Но это была милость Божьей к всем окружающим народам. Это понятно? Хорошо. Восемнадцатый стих Бог говорит о том, насколько большой будет та земля. От реки Египетская до великой реки Ефрата. Помните, что это ханаанская земля. Это небольшой кусочек, полоска. Река Египта может быть Нил. Которая шесть тысяч километров длиной. Или это может быть, что называется Вади Египта. Это река, который иногда сжимает и иногда сжимает воду. Как это называется? Вади. 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 Вади – это вообще арабский термин. Нахал. Или же там есть другая река, которая иногда сжимает воду и иногда сжимает воду. И она иногда пересыхает. Она не постоянно печет. Допустим, это Иордан. И Галилейское море. И первоначальное обетование говорит о том, все это. Посмотрим, что произойдет, когда возвратится Господь. Я думаю, что это будет поэтическая справедливость. Для всех тех людей, которые говорят из-за того, что у них было. И что они потеряли даже то, что у них было. Ген. И надеюсь, что там нету сумасшедших израильтян. Которые попытаются забрать эту землю сейчас. У них достаточно сложно защитить и удержать даже то, что есть на данное время. И мы подходим к шестнадцатой главе. И у Сары появляется это предложение к Аврааму. Она сказала, что в основном звучит следующим образом. «Забудь Авраам». У меня не будет никаких детей. Я стара. Когда я была молода, у меня не было детей. И даже не будет, когда я состарюсь. Поэтому у меня есть план действий. Ее план достаточно распространен был в те времена. Если вы замужняя женщина. И если у вас нету детей. Тогда твоя служанка могла родить детей от мужа. И тогда этот ребенок становился наследником в семье. Поэтому это не была абсолютно сумасшедшая идея. Просто тогда все происходило таким образом. Авраам говорит, хорошо. Но это только стало началом больших проблем. И иногда вам нужно очень-очень слушать свою жену. Но не обязательно это должно быть постоянно. Агар забеременела. И говорит она. «Видишь, я беременна, ты нет». «Мой сын станет наследником, а у тебя не будет никаких детей». Поэтому Сара выгоняет ее. И ангел Господа находит Агарь. И говорит ей. «Возвращайся обратно, я все улажу». И также дает обетование, что и твоих потомков я увеличу. И его буду звать Измаил. И у него также есть небольшая проблема с характером. Или такая появится впоследствии. Он будет... Одиннадцатый и двенадцатый стихи. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Или же будет родиться тот, которому нравится сражаться, драться. Что же произойдет, когда у арабов не будет... Если у арабов не будет Израиля, с кем можно было бы воевать? То они будут бороться друг с другом. Посмотрите на сунниты и шимиты. Посмотрите на них. В Ираке. Это гражданская война. Даже Аль-Каида в Ираке. Они пришли туда, чтобы бороться против американцев. Но лидер Аль-Каиды в Ираке говорит, забудьте, не надо бороться против американцев. Шимиты намного хуже. Не думаю, что мне хотелось бы оказаться в Ираке. Никто не чувствует себя в безопасности. Агарь рождает сына, называет его Измаилом. Абраму в то время было 86 лет. 13 лет позже. Смотрите на то, как долго Абрам ожидает. Ему 99 лет. И снова ему является Бог. И говорит, я Эль-Шадай. Я заключу, я утвержу свой завет и размножу тебя очень сильно. И в 4 стихе, ты станешь отцом многих народов. И в 6 стихе, очень размножу тебя. И народы произойдут от тебя. Цари произойдут от тебя. И в 7 стихе, я заключу, утвержу свой завет. И он будет вечным заветом. Вся земля Ханаанская будет в вечном владении у тебя. Ты начинаешь понимать эту идею? Что Бог заключает вечный завет с Авраамом. И земля была частью этого завета. И 15 глава Бутия говорит, что Авраам и его потомки не могли бы отбить их пути от Ковената. Они могли бы отбить так много, чтобы от Ковената исчезла. Что сколько бы потомки Авраам или потомки его не грешили, и насколько бы сильно они не грешили, все равно бы завет не был разрушен. Бог не позволил Аврааму пойти через эти жертвы. И говорит, что я исполню этот завет своей силой. И земля будет в вечном владении у тебя. И в 10 стихе говорит, вот знак этого завета. Нужно каждого мальчика обрезать. И опять, повторяйте, восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас. Всякий, кто родится в вашем доме. Или же, кто куплен за деньги, за серебро. И если ты не обрежешь его, они не принадлежат завету. И затем он говорит, что я изменяю имя Сары. Потому что я благословлю ее и дам ей сына от тебя. И как вы помните, 14 лет до того, у Сары возникла идея родить сына от Агарии. И год спустя у них рождается сын. Возможно, Авраам тогда уже забыл о том, чтобы родить сына от Сары. Но Бог сделал это. Что же Авраам сделал, когда Бог приходит Бог и подавил им сына, когда он даже об этом и не думал? Он падает на своем лице и смеется. Он падает на свое лицо. Первый раз Авраам падает на свое лицо и смеется. И имя этого ребенка Ицхак, что означает, он смеется. Окей, let's take a break and we'll come back.